Так, девчонки, сейчас будем делать с вами песочное печенье при помощи вот этих формочек Фаберлик. Я уже без вас смешала с помощью мерного стаканчика 150 грамм сахара и пачка масла 200 грамм сливочного. Перемешала все сначала вилкой и сейчас при помощи миксера еще вот так вот все это дело взобью. Дальше нам понадобится 2 яйца. Мы будем вводить их по одному и продолжать взбивать все это дело миксером. Дальше у нас 420 грамм муки и разрыхлитель. 5 грамм, по-моему, да, по рецепту. Так, вот так. Мы должны с вами муку с разрыхлителем перемешать и потихонечку порционно вводить вот в этот замес и замешивать муку. Кому удобно руками это делать, я буду это делать вначале миксером, потом посмотрю. И еще забыла вам сказать ванильный сахар. 10 грамм сюда тоже добавила. Теперь я тут еще пекарь, девчонки. Вот у меня мясо вкусное приготовить, жаркое, салаты, овощи. Это я, да, это я всегда, это я с детства и люблю. Но вот как-то с тестом я почему-то не сдружилась, не знаю. Ну, возможно, потому что и сладкое не очень сама люблю. Больше мяса, овощи как-то вот это, да, это по мне. А с тестом нет, поэтому это мое первое песочное печенье, девчонки. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Так, перемешали, потихонечку начинаем вводить и замешивать. Ну, как бы миксер с этой задачей справился. Теперь наша задача руками собрать из этого теста шарик, завернуть в пищевую пленку и на 30 минут убрать в холодильник. Ну, вот как-то так в итоге все это дело у меня выглядит. Тесто очень мягкое и липнет к рукам. Я бы больше добавила муки, но, возможно, оно сейчас постоит в холодильнике и как раз приобретет ту консистенцию, которая нужна. Видите, оно очень-очень мягкое. Масло, может быть, подзастынет как раз за полчаса в холодильнике и будет самое то, и получится у нас с вами его раскатывать. Но все делаю точно по рецепту. Так, все убираем на полчасика и потом продолжим. Так, ну что, прошло полчасика, тесто достало, посыпала стол мукой, достала скалку. Тем временем, пока мы все это дело будем делать, включаем духовку, разогреваем ее до 200 градусов. И, девчонки, противень накрываем бумагой для выпекания. Так, сейчас развернем тесто. Вот помощь идет. Раскатать тесто нужно толщиной 6 миллиметров. Сейчас раскатаю и будем вырезать. Все, раскатали. Сверху тоже посыпала мукой, потому что, ну, очень уж нежное такое тесто. Смотри, какой стороной, Ксюш, вот этой. Вот этой? Вот так. Давай с края-то начинать. Да, давай. Нажимаем. Так, подожди, подожди, ты сильно так не верти. Ну-ка. Ой, оно, оно прям... Липчее. Очень липкое, девчонки, вообще. Смотрите. Не делается печенье. Смотрите. Нет, нет, не пойдет. Слушайте, рецепт вообще паршивый на просторах интернета. Я сейчас буду вымешивать тесто, добавляю еще муку. Потому что, ну, что это такое? Да. Причем 4,9 оценка. А, кружочек получился, да? Во, повезло. Может, с человечком только такая история. Давай попробуем. Сердечко надо было поместить. Вот у сердечка. Так, ну-ка. Выдавливай надо. Ну, выдавливать мы сейчас сломаем. И как-то мне так не нравится. Я хочу добавить еще муки в это тесто. Вообще не нравится. Попытка номер 2. Я добавила еще муки на глаз. На столе его вымешивала, замешивала до тех пор, пока оно не будет липнуть к рукам. Надеюсь, сейчас все получится. Вырезай давай, я вот это. Так. О, вывлил. Получилось. Ну-ка, у меня. Мишка. Вот. Вот это другое дело, девчонки. Так что к рецепту прибавляйте еще муки. Потому что рецепт неудачный. Совсем. Так. Ну-ка, Мишка мой. Вываливается. Вываливайся давай, дорогой. Вот. Вот это я понимаю. Красота. Все. Сейчас мы на вырезаем, выложим на противень, покажем вам. У нас тут есть секретный ингредиент. Смотрите, какая красота получается. Давай, котен. Ваяй. Что мы добавляем-то хоть скажи? МНД. Да. И для красоты, и для вкуса. Давай. Я же поела. Поела она деловая. Вот так, смотри, в серединку. И немножечко продавили. Чуть-чуть. Так. Чепокнула? Давай дальше. Чуть-чуть продавили. Так. На маленькие квабратики, на человечки. Я уже хочу попробовать. Да. Уже очень хочешь. Они 8 минут. Духовка у нас разогрелась. И сейчас на 8-10 минут написано, девчонки. Так, давай, вот сюда, вот сюда, и вот сюда. И все. А ну, вот какой-то у нас круг неровный. Да-да, на него. А ну, наставим. Давай сердце, круг квадратика. Все, на маленький, на эти не будем. Попробуем. У нас еще осталось много теста, поэтому две противни печенья будет точно. На человечков не надо, а не маленький. Не надо. На мишку хочешь? Ну, и все, вот так достаточно. Так, вот так вот. Прижали. Снова покушать. Сейчас печеньки будут вкусные. Я надеюсь. Мои первые печеньки. Так, все, ставим в духовку на 8-10 минут. На 200 градусов. Вот, первая порция готова. Человечки, почему-то ножки обгорели. Хочу посмотреть с обратной стороны, но боюсь. Вот так вот. Это 10 минут. Сейчас следующую порцию, девчонки, буду 8 минут. Печенья у нас еще на столе очень много. Еще две порции будет точно. Ну, не тыкай. Она горячая. Перекладываем на тарелочку. Ну, скажите, пожалуйста, вам очень понравилось? Почему, что она в дом, что она тоже вкусна? В магазине, говорит, ни в каком такие не купишь. Я тоже попробовала, девчонки, очень вкусно. Чего я раньше печенье не готовила? Вот, видите, некоторые на 8 минут сейчас все-таки у нас вторая партия отправится. Ну, так очень вкусно. Потенок-молотик не может остановиться даже, да? Вот вторая порция уже, девчонки, все, 8 минут, все нормально, да? Видите? И они такие мягенькие чуть-чуть, да? Здорово. Я вообще в пакетик полиэтиленовый хотела их сложить и хранить, да? Как такую массу, потому что еще одна противень отправилась, последняя, запекаться. Вы, кто кулинар, и девочки, подскажите, как их хранить, чтобы они не черствели, да, оставались такими мягенькими. Вот они прям мягенькие, вот эта вот порция получилась, такие классные. Я в пакетиках думала сложить, как бы, да, и завязать, чтобы вот на несколько дней хранить. Так их... Расскажите, как вы делаете. Так, девчонки, все. У нас сегодня с вами покраска. Сейчас покажу, какой красочкой. Сначала покажу свой потрясающий ободок, который мы купили в Магнит Косметик. Смотрите, в продолжении новогодней темы, новогоднего настроения. Вот это вот прелесть. Причем что-то меньше 100 рублей в Магнит Косметик. Покупочки оттуда еще взяла Азелит. Девчонки, повторила покупку. Азелит антижир. Именно вот этот вот ГРАЗ, да? Вы у меня спрашиваете, какой именно ГРАЗ? Вот этот. Вот этот отмывает все. Но лучше, конечно, в перчатках все это дело делать. Эффективен от нагара жира копоти. От всего он эффективен. Это такое мощное средство. Мощнее его еще и не встречала. Так, что взяла? Взяла в Магнит Косметик по акции свой любимый лак. 149 рублей, девчонки, вообще. Я даже в пятерочке на акциях, когда его беру, 189 – самая дешевая цена. Поэтому, да. Так, и все, да. Дальше в пятерочке. Наконец-то попала на Herbal Essences. Взяла не зелененький с алоэ. В нашей пятерочке нету. Разобрали сразу. В другую съездили. Я взяла белый грейпфрут и мята. Объем. Потому что сейчас у меня волосы больше жирных. Они сейчас в нормальном состоянии. Корни очень быстро жирнятся. Сегодня с вами протестим. Значит, 90% натуральных ингредиентов. Объем. Это серия объем. Бальзам, ополаскиватель и шампунь. Помню, последний раз Herbal Essence использовалась очень давно. Мне кажется, еще в школе как-то был. Был он, был. Потом опять куда-то пропал. Вообще у нас это Германия, по-моему, если я не ошибаюсь. А нет, произведено во Франции. Прикольно. Ладно, попробуем. Раньше он мне подходил. Был моим любимым шампунем, когда он был вот давно-давно. Я прям обожала. Так, и красочка. Какая же красочка, девчонки. Смотрите. Это у нас L'Oreal кастинг крем-глосс. Мне нравится эта краска. Я ее уже брала в других оттенках. Сейчас решила взять 513 морозный мока. Он на упаковочке такой немножко, вы знаете, уходит в карамель. С таким каким-то приятным розовым отливом, что ли. Но девочки-продавцы сказали, что не верьте коробкам, вообще у них все неправильно. Она открыла, как это называется, девчонки, вот эта вот карта с красками, да. И там этот цвет, он уходит в пепел. Он очень холодный и уходит в пепел. Я надеюсь, так оно и будет. Сейчас мы будем вместе с вами краситься. Краска не бюджетная, но сегодня... А, это купила у нас такой магазин из Терхидея Парфюмы. Там именно сегодня я как раз дошла, была 20% скидка на краски. И так она стоит 500 с чем-то рублей, и так обошлась мне гораздо дешевле, там 400 с чем-то. Но краска хорошая, она стойкая, она действительно хорошая. Я ее не первый раз беру, поэтому решила остановиться на ней. Так вот у нас тюбик. Инструкция. Краска сама. И еще третий, девчонки, тюбик. Это, наверное, бальзамчик. Много его прям тут, если это бальзам. Так, и перчатки. Перчатки вроде плотные, хорошие. Так, повторю еще раз. Это у меня 513 цвет. Главное, пятерка означает светло-каштановый, один означает пепельный, три означает золотистый. Да, у них так написано. А в итоге, что у нас получится, одному богу известно. Я сейчас открою инструкцию, или здесь по-русски, если посмотрим, это бальзам у нас, троечка. Нет по-русски, представляете? Сейчас отклею. Может, там внутри есть русский язык, товарищи? О, бальзам с маслом кокоса. Да, это у нас бальзамчик. Значит, сначала мы с вами сейчас будем замешивать. Все, инструкция нам больше не нужна. Замешивать во флакончике оксид и краску. Какой здесь используется оксид? Очень интересно. В последнее время я этим вопросом задаюсь. Но, к сожалению, не все производители указывают, какой в составе оксид. Мне кажется, шестерка. Ну да ладно. Так, замешиваем. Потом с вами потестим Herbal Essences. Так, все, ничего не надо здесь открывать. Все, представляете, у меня туда упала вот эта вот штука. Как вы думаете, я ее чем-нибудь достану? Сейчас попытаюсь. Не достала. Да, бог с ней, я не думаю, что она будет сильно мешаться нам. Вот так краска выглядит, такая рыжеватая. Сейчас будем все смешивать. Сейчас покрашусь, девчонки, и, наверное, через недельку, может быть, дней 10, постригусь, посмотрю, как там по лунному календарю. Вы, кстати, смотрите, когда стрижетесь по лунному календарю. Я смотрю. Есть благоприятные дни, есть нет. Я как-то вот увлекаюсь. Немножко сейчас смочу волосы, чуть-чуть. Надеюсь, мне хватит одной пачки. В принципе, должно хватить. Даже две пачки покупать. Это совсем не бюджетно, такой краски. Но здесь большой объем, должно хватить. Перчаточки хорошие, плотненькие. Так, сейчас смочу волосики. И приступим. Это дело, перчатки, как камеру теперь включать. Перчаточки, кстати, классные, такие маленькие, в облипочку. Краска эта хорошо и седину закрашивает. Сейчас будем с вами так разделять по проборам. Ну, что ты не разделяешься. И прокрашивать. Запомните мой цвет дом. При искусственном хотя бы освещении. И погнали. Звук класс. И опять без кисточки. Хотя мы с вами, когда расхламление ванны делали, вон она, я ее вижу. Сейчас я ее достану. Зашла. Все, теперь у нас будет по фэншую. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Девчонки, я вам показала специально Отмывается, кстати, с кожи хорошо Как крашу волосы сзади, да? Потому что многие девчонки, помню, спрашивали, когда видео по краске были до этого А как же сзади покрасить? Вот так я не глядя крашу, на кисточку наношу И тактильно по проборам Когда краски достаточно, об этом как бы париться не приходится Одно дело, когда ее не хватает, вам приходится растягивать А когда ее достаточно, вы однозначно все прокрасите Ну что, девчонки, 40 минут прошло В зеркало я вижу, что я практически черная Даже непонятно, какой отлив В общем, сейчас будем смывать Я смываю всегда шампунем краску Она стойкая, как бы, ну, все нормально Протестим шампунь И бальзамчик Получается вот это вот С кокосовым маслом бальзам оставлю на потом Поехали Ну что, сейчас посмотрим с вами на цвет волос Я вижу, что я темная, оттенка Никакого не вижу, но ближе к холодному По шампуню, шампунь классный Волосы не спутывает, пахнет грейпфрутиком Бальзам тоже классный Не сверхпитательный, потому что все-таки это у нас серия объем Вот, но классный Аромат у них бомбезный Я помню, раньше, да, всегда у Herb Lessons был классный аромат Вот и сейчас он такой же Пахнет каким-то грейпфрутиком и чем-то таким зелененьким Свежий такой здоровский аромат Давайте посмотрим на мокрых волосах Что у меня Так Темный цвет волос Оттенок Даже не знаю, девчонки Сейчас пока черный Это пятерка, обратите внимание Цвет однотонный, красивый В общем, темный цвет волос Это здорово Я, в принципе, и хотела темный Но отлива пока не вижу никакого Вот он, не знаю Но не вражено Не вражено Хотя корни у меня получились светлее Они вражено Но с каштановым отливом не вражено Потому что корни я давно не красилась уже красками, да? То есть тут сантиметр точно есть Они вот немножечко так как-то посветлее, что ли, вроде Ну ладно, сейчас посушимся Посмотрим, что получится Вуаля Вот, девчонки, смотрите, какой цвет Я вам при естественном освещении уже не покажу Только при искусственном Потому что тоже на улице темно В общем-то, это холодный оттенок Все-таки это холодный потон Очень благородный темный цвет Вы скажете, вот темный, темный Нет Будучи 20 лет темный 25 даже больше Я перепробовала кучу оттенков темных В поисках именно благородных Потому что многие из них дают рыжину Все равно, даже на темных волосах Когда есть вот этот рыжий каштановый отлив Мне не нравится Это холодный потон Очень красивый цвет Здорово, все замечательно Это ближе к моему натуральному цвету волос Не ближе, а в принципе такой же, наверное, как мой натуральный цвет волос Волосы живые, блестящие Крастика хорошая, сидящая В то же время стойкая Шампунь с бальзамом тоже здоровый Ни смывашки никакие не применял И прям волосики вот Глазенькие, блестючие Красивые Вот Ну вот и все, мои хорошие На этой ноте буду с вами прощаться Всех люблю и целую Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok